В Индию, где продолжает стремительно ухудшаться эпидемиологическая ситуация, сегодня прибудет первая партия помощи из США. Это кислородные баллоны, маски и тесты для диагностики. Вся партия почти на 100 миллионов долларов. Тем временем в мире нарастает противостояние европейских и российских производителей вакцин. Страны обвиняют друг друга в подрыве доверия к их препаратам. Подробности у Натальи Раим. Спасибо, Аскар. Европейский Союз обвиняет Россию в подрыве доверия к западным вакцинам. В Европе уверены, что Россия продвигает на западные рынки свой препарат с помощью враждебных стратегий. В свою очередь в России обвинят Европу в саботаже в спутника ВИ. Кстати, пока идут эти споры, власти Бразилии отказались одобрять российскую вакцину. Здесь сослались на недостаток документации, которая подтверждает ее безопасность. Это недоверие между странами подрывает прививочную кампанию и тем самым откладывает иммунизацию населения. А данные таковы. В настоящее время приостановлено 60 кампаний иммунизации в 50 странах. Еще один скандал назревает в Европе. Странам Евросоюза необходимо договориться об едином формате цифровых сертификатов с информацией о проведенной вакцинации против ковид. В противном случае государства могут столкнуться с серьезными трудностями. Брюссель настаивает на введении во всех 27 странах единого цифрового сертификата, чтобы туристы могли свободно путешествовать. Ведь использование собственных сертификатов может привести к неразберихе и появлению подделок. Мы рискуем получить множество документов, которые нельзя прочитать и проверить в других государствах. Есть риск распространения поддельных сертификатов. И как следствие мы столкнемся как с распространением вируса, так и с недоверием граждан. И закончу свой обзор позитивной новостью. Испания готовится открыться для туристов. Правда, власти королевства обещают внедрить специальные правила. К примеру, впускать британцев будут только в том случае, если Британия сделает то же самое в отношении туристов из Испании. Для всех остальных внедрят цифровую систему сертификатов о состоянии и здоровье. Как заявил глава испанского министерства туризма, работоспособность системы испытают в мае, чтобы через месяц принять туристов из-за рубежа. Правда, о казахстанцах пока речи не идет.